Мне пришла идея построить баню на Фукетике. Если попал под прицел, то у тебя точно заберут. И у них почти всех сняли часы. Вот мой углов сегодняшний. Печь надо из России везти, а не сляпа финская. Опасненько тут плавать. Сейчас могу это перерубить винток. Господи, это паук. Выбежал с этим бананом, начал бегать по дереву. На медузы просто нас сожрали. Смотри, платформа упала. Это уже проблема. Это была самая тупая трата денег. Я проснулся в 6, иду на пробежку. Какие мысли меня посещают после поездки на свадьбу к Вадиму. Если вы там помните, что мы парились к баньке. И мне пришла идея построить баню на Фукете. Потому что здесь есть, конечно же. Но такой прям, чтобы кайфовой, русской, с венечками, с хорошей едой, честно говоря, нет. Хочется, чтобы здесь было место такой силы, куда можно приехать, насладиться процедурой парения. Поедем, посмотрим место, которое предлагают ребята. Хочу зайти как инвестор, ну и человек, который может рассказать, какая должна быть баня. Потому что у меня довольно высокая насмотренность. Я побывал, ну если посмотрите мои выпуски, да, то есть и в китайских банях, и на Бали. В Москве почти во всех банях был. И очень много всяких фишек, например, в Майами в бане даже есть пар по Кондрашову. Это пар с морской водой и чесноком. Как всегда найдутся люди, которые скажут, типа, зачем на Фукете баня, а здесь и так жарко. Для того, чтобы понимать, нужно сходить в баню. Баня есть и в Дубае, где еще жарче. И люди туда ходят, и я сам с удовольствием отхожу, потому что после бани вы себя чувствуете даже в жаре гораздо легче. У вас легкость, у вас перезагрузка. А если у вас был какой-то стресс или там плохо себя чувствуете, вся эта история очень легко лечится как раз парением. Такое хобби, которое повышает вашу продуктивность, восстанавливает здоровье. Поэтому ходите в баню. У меня есть небольшие сомнения, но хочется именно попробовать не в России это сделать, а вот на примере Пхукета, потому что здесь довольно небольшие вложения в эту историю нужны. Интересен именно бизнес-опыт в другой стране. Поеду завтра, посмотрю место, которое ребят предлагают. Он находится прямо в центре Пхукета. Нужно построить правильную парную, чтобы печка на дровах желательно была. Единственное, здесь с дровами, наверное, не очень хорошо. Вот, собственно говоря, все, побежал. Даже с сетью не так просто поймать рыбу. Помните, я вот там пешком ходил, где много-много крабов бегал? Сейчас вообще там не пройти, смотрите. Все затопило. Вот фаза луны меняется, и сейчас максимальный прилив. А в прошлый раз здесь был в это же время максимальный отлив. Удивительно, да, природа? Здесь сколько рыбы гоняет. Я побежал дальше. Кстати, сюда добежать, где-то 5 километров получилось. Ну, туда-обратно, где-то 5. Сюда, наверное, 2,5-3. Смотрите, сколько рыбы полути было. Раз. Ее крабы злитый, вторая. Вот еще одна, смотрите. Так, в общем, я решил подобрать эту рыбу. Положу ее в карман. И попробую на ней что-нибудь поймать. В прошлый раз у меня оторвало леску именно на вот эту рыбу. Но интересно, кто же там у меня водится. Я сегодня забрасывал удочку. Я купил блесну в виде члена. И она у меня оторвалась. Со третьего заброса отстрелил ее. Пахнет, как корешка практически. О, приятно. Ну, для рыбаков приятно. Я не знаю. О, еще одна. Уже 5 рыбин у меня. Вот мой улов сегодняшний. 5 рыбин у таких поймал. О, пикамелька. Помогаю. За свою руку потрогай что-то. Палибы. Смотри. Давай, сейчас будем ловить. Давай. Мам, посмотри, кто слава поймал. Ух ты. Она корешкой пахнет. Понюхай. Сан? Руками? Ну, 5 штук. Ничего себе. А я вообще не понравился лапа. Не понравился? Ну да. Заказал на самом деле нормальную удочку. Но она почему-то не пришла. Вторую неделю. Надо разморозить чутка. Тепленькая водичка. Разморозим. Может быть какая-нибудь панцирная щука. Но хотя сомневаюсь, что она будет есть неживого малька. А может быть вообще игуана отрывает. Потому что здесь их тоже много. Так, поставил. Амелиська. Ты боишься меня? Ты боишься? Ты меня снимаешь? Сань, почти сетку проверим. Забыл проверить сетку. Поймал, не поймал. Так, рука болит. Уже, в принципе, ничего не видно. Вот тут красные эти остались. Короче, лимон помогает, Дарь. Действительно. О, есть рыба. Поймалась. Здесь я. Кто это у нас? Атанчик. Саня! Сань! Давай. Пам, давай еду нахвалим. Давай, банку нажим. Ворот, там. Вон, закидываем еще раз. Вот такой вот у нас аквариум получился. Настя, смотри, какой у нас аквариум получился. Что там, рыбка? Как рыбка делает? Слушай, как же жарко на улице стало, Настя. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. О, у нас клюнуло. Опять. Смотрите, где леска. Ну, не оторвано, слава богу. Но клюнуло. Поклепка была. Давайте еще одну закинем. Сейчас у нас осталась рыбка. Вот она. Должны поймать? Да. К нам приехал тренер. Сейчас Санька будет тренировать. Давай, Сань, покажи ему стер-класс. Ну что, что первое выдачишь? Ну, я могу это сделать ракету. Давай, ракету самую первую. Ничего себе. Ты что? Тройной улов у тебя за один раз. Красавчик, давай, Петюлина. Давай немного отдохнем с тобой. Ты красавчик, сколько вытащил, да? Посмотрите, какая у меня классная сегодня машина, такси. Алькантара. А в общем, я еду посмотреть место, где мы хотим построить баню. Предложили здесь инвестировать в строительство бани. И все вы знаете, что я это очень сильно люблю. Поэтому я хочу посмотреть, насколько это место удобное. Она находится прямо в центре Хукета. Отовсюду 40 минут ехать до этой бани. Довольно удобная, мне кажется, история. Это место уже функционирует. Большая территория, спортивный зал. Ну, в общем, сейчас я вам все покажу. Вот, то есть, там, в принципе, этот зал сейчас себя окупает, как бы, аренду свою. Но не приносит особо денег. Поэтому я его готова довольно дешево продать. Называется Акваджим сейчас. Мы хотим переделать и сделать из него супер популярную баню русскую. Такой проект, который потом можно будет запускать в других странах. Показать классный сервис, уровень парения. Также есть задача сделать мишленовский ресторан. Ну, в общем, амбиции и планы грандиозные. Получится у нас или нет, смотрите на моем канале. Слушайте, ну, красиво, очень красиво. Окей, stop here. Thank you, sir. Мне нравится, в принципе, как все здесь сделано. Ощущения великолепные. Меня тут встречает вот такой красивый цветок, куст. И вот такой вот вход. Тишина, птички поют, красота. По энергетике классно здесь, сразу могу отметить. Очень чистенько. Слушайте, ребят, ну это топчик. Я в восторге. Бассейн огроменный. Просто представьте, что здесь можно делать. В общем, ребят, хочу вас познакомить с Глебом. Глеб здесь главный. Глеб, расскажи, пожалуйста, кто ты и чем занимаешься? И как ты сюда попал? Всем привет, приехал в Таиланд. Живу здесь более полутора лет назад. Мы открыли уже чудную сауну на Самуи. Ты ресторатор, да? Да, я ресторатор. И мы хотим открыть здесь не менее замечательный проект. И я хочу вам про него рассказать. Погнали. Здесь будет кухня. Кухня будет переделываться. Будет одна большая комната. Вот тандыр. Кайс. Тандыр конструировал бывшего владельца. Он индус. Это два тандыра. Соответственно, их мы будем использовать для жарки лепешек, мясо. Остальная кухня станет по европейским основным стандартам. Супер. Пару слов по нашим шефу, Жулиан Ванчини. Работал очень много где в Европе, очень много в девайсе. Открывал самый дорогой ресторан Вьетнама. По кухне это сделать что-то необычное, но тем не менее, понятное всем. У нас шеф-повар с амбициями, чтобы мы получили либо звезду через годик, через два на Пхукете и были первые сауны, которые получили мишеровскую звезду. Следующая секция это тренировый зал. Зал в хорошем состоянии. Почти все тренировые мы бы очекали. Здесь вторая часть с залом, здесь же на днахер будет баня. Гусей оставляем? Мы не собираемся закрываться не на один день, но мы будем делать информацию в процессе. Все работает, зал работает. Здесь массажи будут делать? Да, здесь будет массаж на пубинетре. Плюс помимо этого можно делать массаж прямо на лежаках. Здесь у нас идет зона хамана. Они действующие, они уже работают, а это классический турецкий хаман. Мы его немножко косметически все эти швы, как правило. Соответственно, он будет работать как турецкий хаман. Хаман второй, он будет переоборудован. То есть здесь арома-сауна будет? Да, арома-сауна, это Тайгерблштин называется. Она классическая для тайцев, ее тайцы очень любят. Здесь у вас партнерский бьюти-салон. Мы его еще не вошли, но мы понимаем, что мы его найдем. Это зона бара. Сейчас здесь овальная такая конструкция и пальма. Здесь у нас детская комната. Здесь есть и заезды инвалидов, и, как мы видим, спортивный бассейн. И в круг будут расположены лежаки. Посмотрите, какой вид. Что мы делаем? Вот, красивые горы. Соответственно, залом Май-тая, дюлги и медитации после бай-ниш в Лондон. И здесь, как положено, это три сауна. Одна, вторая, третья. Все на дровах будет, да? Да. А где дрова здесь брать? Можно сделать финку для электричества. Да нет, печи надо из России везти. Есть и здесь их достойный вариант. Они просто уходят в пять раз, значит, да и вожать. Там печь, которая из России, ты платишь за печь почти столько же, сколько за ее пересылки. Но зато у тебя будет нормальная печка с русским паром, а не с шляпой финской. В русской бане печка должна быть вся в облицовке. У нее не должно быть железо вообще, от слова совсем. Она должна быть вся в камне. Тогда от камня приятное облучение идет. Железо, оно выжигает кислород. И здесь надо продумать обязательно, чтобы вентиляция была хорошая. Железо обязательно в лежак ее сразу встроить, чтобы там лед положил, венечком накрыл. Так, получается, три сауны. То есть у нас вид туда выходит. Соответственно, мы делаем все панорамными окнами. Бухой Г. Да. Чтобы смотрели туда. Тут русская баня, тут именно финка. Потому что есть фанаты финки, которые ничего не хотят. Она побольше. Сейчас мы будем мой браслет искать потерянный. Так, ну что, я примерно объяснил, где я его потерял. Сильвер, окей? Сильвер. Здесь офигею всего найдет. Ну, в общем, браслет мы не нашли. Ну, в принципе, я думаю, что его, скорее всего, где-то глубоко он уже лежит. И вряд ли кто-то найдет. А может, найдет? Ну, я уже отпустил, но просто увидел, что мимо идет человек со специальным прибором. А вдруг бы нашел, представляете? Кстати, удивительно, как быстро здесь летит время. Мы уже здесь почти два месяца. И остался нам месяц. Потому что виза дается на три месяца. Скорее всего, полетим домой. Конечно, тай прикольный. Мне он очень нравится. Иногда, ну, так посидишь, поработаешь, да, и потом выходишь вечером. Энергетика такая. Вот прямо словами не описать. Какая-то, наверное, жить на море, это круто. Я думаю, может быть, в Сочи рвануть. Ладно, Сань, пошли. Очки одевай. Санька подрезали, так. Ага. Сань, ну, зато новые купишь, да? Плюсы же тоже в этом есть. Хотел показать место, где мы живем. Это называется Оксана Beachfront Residence. Вот такие здесь вилочки. Да, они все. Красивые. Но на самом деле удивляет, что здесь половину вилл пустые стоят. Вроде бы сезон. Они получатся в три этажа и по две квартиры на этаже. То есть здесь шесть семей, по идее, могут жить. В целом я бы купил такую недвижку. Приезжать сюда зимовать, а летом кому-нибудь ее пересдавать. Место действительно классное. В принципе, машина не нужна. Вот я на байке его один раз заправил и одно деление за все время потратил. Вот мы сейчас идем на территорию отеля, на лежаки. Также можно пойти на завтрак. Мы завтракаем в основном дома, но и раз-два-три дня ходим в какое-нибудь кафе. Ну и еще мне нравится, что здесь все довольно дешево. То есть занятия с тренером, например, по плаванию стоят 1600 бат. А если берешь 10 занятий, то 1300 получается занятий. Сань, ты когда вырастешь, будешь снимать выпуски вместо меня? Я на пенсии уже буду, а ты будешь снимать, продолжать мое дело. Давай? Нет. Почему? Потому что. Я уже старенький буду. А что такое пенсия? Пенсия? Ну это когда ты всю жизнь работал, а в конце... Папа, вообще-то я придумал кокосовое средство, чтобы мы вообще не старели и не умирали. Ты придумал кокосовое средство? Да, чтобы мы не умирали. Ничего себе. Ты придумаешь? Да. Ты будешь ученым? Да его надо сначала сделать. Это сложно. Сначала надо кокосу ссувать, потом наливать сок, потом сжимать все. И все мякоть туда ссувать. И оно очень полезное. Давай лайкру наденем. Солнце сильное, Сань. Да еще равно епатинком. Епатинка, ты мать. Заставить выйти из дома в 7 утра. Казалось бы, да, океан. Мотивация должна быть максимальная, но каждый день не получается. Максимум 3 раза в неделю. А хочется каждый день бегать. Или хотя бы ходить. Но просыпаешься, берешь телефон в руки и все. Ты погружаешься в поток чатов, проблем, задач. Не уезжали это? Не прекрасно. Остался месяц, и мы вернемся в Москву, скорее всего. И от этого становится как-то не по себе. Ну вроде как и хочется, потому что огромное количество дел. Ну и лето же в Москве начинается. Май, мой любимый месяц. Жалко, конечно, что ремонт закончим где-то в октябре. Мы переедем, отпразднуем Новый год. Опять поедем сюда. Но это, скорее всего, будет в последний раз. Наши зимовки в тепле. Потому что Саньку уже надо в сколу. Вырос, так сказать. Удивительно, конечно, как время летит. И сейчас с каждым днем ты видишь, что он больше уже отдаляется. Уже начинает с пацанами тусоваться, там с друзьями какими-то. Там сейчас к нему Марк приедет, его друг. И ты понимаешь, что большую часть времени ты уже с ним провел. И от этого становится как-то грустно. Дубайские новости, так сказать. У Сереги начинаются продажи дома, которым будет строить. Стройка начнется в ближайшее время. Я думаю, что такой контент будет интересен вам. Напишите в комментариях. Хотели бы, чтобы Серега снимал для вас, как строится. Дом в 30 этажей в Дубае. Он на самом деле мы с ним на свете. Он мне постоянно скидывает. Как они рендеры делают, проект согласовывают. Такой процесс довольно серьезный и интересный. У меня еще вышел спорт с подписчиками. Я говорю, что в Таиланде более-менее безопасно. То есть здесь можно там с золотой цепочкой, с часами дорогими ходить. Конечно, там подворовывают. Но в основном это приезжие. Сами тайцы у них редко, когда бывает, что воруют. Но у нас, например, убирают тайки. И на столе лежат и деньги, и часы. Ни разу не было такого, чтобы что-то украли. Многие ребята мне пишут, что да так везде. В Дубае, да, соглашусь, я забыл сумку с деньгами. И через там какое-то время ее забрал. Потому что везде все в камерах. Вот в Москве тоже такого нет у нас что. Но, например, в той же самой Барселоне вы не можете ходить с сумкой-ерме. С золотыми украшениями, бриллиантовыми серьгами или какими-нибудь дорогими часами. Друзья есть, они приехали в покер играть. И у них почти у всех сняли часы. Они с портики догоняют, кладут этого чела лицом в пол. Раздевают его полностью, а часов нет. Если ты попал под прицел, то у тебя точно заберут. Ну, во-первых, полиция в этом плане вообще никак не работает. То есть у меня у друзей был случай, когда они сели в поезд первого класса. И проводник в одежде, в шапке. Просто говорит, давайте я вам с чемоданами помогу. Взял чемоданы и вышел. И скрылся. И опять же говорю, если кто-то хейтит эту историю, просто вы не были в Барселоне. Если едете в Европу, старайтесь одеваться попроще. Либо ездите куда-нибудь, не знаю, в Ниццу. Может быть, в Ницце такого нет. А вот, напишите, что вы по поводу этого думаете. В комментариях интересно будет почитать. Бизнес создали. Кони и фотографии на рассвете. В основном девчонки пользуются вопросом этой услуги, чтобы сделать себе красивую фотку. Смотрите, какая какая. Мне очень нравится, здесь бежишь именно в этом месте. И разбегаются крабики в разные стороны. Например, рыба может валяться или еще что-нибудь. И, кстати, на рыбу в прошлом я ничего не поймал. У меня было несколько поклевок, катуха улетала, оторвала ручки. Но так я не поймал. Может быть, это игуана. Говорят, что там плавает игуана здорово. Или баран. Может быть, это она оторвала. Недавно была полнолуния. И здесь был прилив огромный. Не было такого сильного отлива. Сейчас вот новая луна началась. И отлив очень сильный. Еще здесь вот такие ребята попадают. У него глаз выбит, что ли? А, нет. Ты смотри, активный. Когда я тебя возьму? О! О, какой! Смотрите. О! Дает себе взять. Боевой краб. Камеру вырубаем. Вот этого парня я видел абсолютно целым. Каждое утро он здесь бегает. А сейчас он просто идет здесь в бинтах. Одного лично знаю. Он себе открытый перелом ноги сделал. Сева, привет. Не справился с управлением. И куда-то улетел. Сломал ногу жестко. На байке здесь, конечно, страшно ездить. Езжу только в какой-нибудь ближайший магазин. И то, когда уже прям приспичило, надо ехать. Так, ну и что? Стандартные купи-купи. Ой, хорошо такая, господи. Мне это вот обыденность такая, да? И на самом деле я думаю, что вообще никому не интересно смотреть, как я ныряю, там, что-то купаюсь, бегаю. Но в то же время я понимаю, что если у вас сейчас зима, серость, то за завтраком, там, за обедом или за ужином, или просто перед сном посмотреть выпуск, где солнышко, красиво все. Это такая, как от души она должна быть. Я сам такое смотрю. Так, все, я погнал. Так, в общем, ребят, мы сегодня отправляемся на Пи-Пи. Это уже третий порт. Даже четвертый уже порт, по-моему. Забыл уже, куда мы ездили. В общем, ребят, это третий или четвертый порт. Это самый цивильный, здесь яхты. Мы сегодня отправимся с горкой у нас будет катамаран, с которым можно прыгать, кататься. Стоимость вот с нас троих 22 тысячи бат. Вот, смотрите, как выглядит порт. Большое количество лодок. Ну, вот такое впечатление, как будто мы где-то в Европе. Интересное место, но видно, что лодки, конечно, не сильно дорогие, но, тем не менее, надеюсь, что лодка будет скоростная, потому что до Пи-Пи ехать довольно долго. Порядка двух часов туда идти. Хотел взять ружье, но подумал, что на Пи-Пи очень строго и буду опять жалеть, что не взял. И вот наша яхта. Вот такой у нас катамаран. Так, все, я первый. Почти мы на Мальдивах, а здесь у нас кондиционер. Есть кухонька вот такая небольшая, место, где посидеть. Там каюты. Раз каюта. Каньей, туалет. Вот, здесь тоже место, где посидеть можно, там загорать. Покажу еще. Ну, мне нравится. Все чистенько. Ага, вот вторая каюта. Здесь тоже есть туалет, душ и третья каюта. То есть три одинаковых каюты здесь. Ну, прикольно, что не будет драки за каюты, как говорится. Самое приятное, что можно сделать, это вот так. Ну, и можно выпить, да? Нет алкоголя? Да, нет алкоголя. Спасибо. Все, ребят, за вас. Мята, огурец и сладенькая водичка. Я очень голодный, поэтому я съем вот что-нибудь такое. Очень вкусно. Добро пожаловать на борт. Ну, еще тут есть второй этаж. Алло, Кэп, как are you? Я пытаюсь дать вам. Какой ты назвал? Мой назван Бум. Ну, у нас капитан Бум зовут. Можно я попробовать? Внутри не надо. Нет, я люблю это. Нет? Очень дорого. Кэп, у каждой команды в опасности. Говорит, не, не дам тебе порулить, потому что здесь дорого будет, если куда-то врежемся. Кстати, на Би-Пи запрещено купаться. То есть вы можете зайти в воду только по колено. Что там делать, если нельзя купаться? Поэтому мы будем купаться с нашего катера. Я лошара, забыл снарягу. Рюкзак взял, а снарягу не взял. Обидно. Я поехал. Круто. Что, папа, это перерубить винтом? Опасненько тут плавать. Поплыли, Тань. Садись на меня. По-моему, он здесь камня. Он каменный какой-то. Я его забью. Это паук, по-моему. Да, он волосатый кусок, Саня. Смотри, какие сапли кусок. Паук. Садись, я бы саплю. Садись, я бы саплю. Господи, это паук. Тебе на цыбери. Вон, смотри, прыгают рыбы. Ого, я такой промышленный вид. Ребята, вы просто посмотрите, в каком красивом месте я плаваю. Это просто что-то вероятно. Это же так, как вам передать. То, что я сейчас защищаю. Как рыба в воде, как говорится. Я так комфортно себя чувствую. В ластах баски и трюкки. Лучше бы мы, как в прошлый раз, нам сказали, что еда продухла. К обезьянам близко не подходить. Они могут схватить и везти в лес. Чтобы выйти к обезьянам, нужно заплатить 400 бат взрослого и 200 бат ребенка. Вот к нам подъехала полиция. Национального парка. Они проверяют, чтобы все оплатили. Смотрите, какая лодка прикольная. С влагами пиратскими. С драконами. Есть такой лежачок. Вот он, наш герой с палкой. Вот держитесь его, и у вас все будет хорошо. Окей. Давай-давай. Давай-давай. Саня, заберем одну домой? Да? На твоей кровати будет спать. Это была самая тупая трата денег в моей жизни. Слушай, ну вот эти, конечно, вообще аборигены просто. Выбежал с этим бананом, начал бегать по берегу. Боб, Боб Марли. Хай, Боб. Боб Хали. Ну, природка здесь очень красивая. Господи, сколько медуз, меня все покусали. Как муравейники. Так, идем суетать. Смотрите. Жил себе, жил, никого не трогал. Нормально вообще? Не знаю. Как это можно прокомментировать? А где Ксюха-то? А где Ксюха-то? Так, скажи, Ксюха-то пьет. Знаешь, наверное, он называется. Да. Да. Вот так бывает. А выглядит симпатично. Вранг-Айленд, господа. Сейчас нам надуют лодку. Давай, босс, надувай. Давай, давай. Давай, давай, надувай. Окей, давай, давай. Давай. Окей. Настя, очень страшно. Ладно, я попробую вот так. Нет, страшно сюда. Дай камеру первую. Нет. Окей, давай. Блин, ну это страшно. Течение здесь, детям здесь нельзя, ребят. Надо с родителями. Или давайте я здесь буду стоять и их ловить. Давай. Блин, какое сильное течение вообще, жесть. Вообще нормально, Настя, давай. Ай, кусаются, суки. Да, меня все уже тут зажалили. Давай быстрее, Настя, меня все уже кусали. Хорош. В общем, тема прикольная, но медузы просто нас сожрали. Все уксусом поливаются. Как будто крапивой тебя отхлестали. О, посмотрите сколько медуз. Тут просто. Мы с вами можем тут поставить какое-то время. В целом, конечно, прикольно, но второй раз я бы не поехал. Один раз ездить нормально. Ну, вообще, в принципе, здесь все поездки вот на эти острова. Второй раз уже не поедешь. Не умеют пока они сервис делать хорошие. Еда ужасная просто. Хуже не придумаешь вообще. Как можно взять рыбу, приготовить ее вечером. И здесь просто, ну, как бы, ну, гриль же можно сделать. Прям тут. Ну, или просто пеките вы его в соли. Да, и как бы тут разбить соль, достать рыбу съесть. Так себе история. Ну, или сварить его нормальный порфи с пампушками. Да? Вот, смотрите. Сразу три места. В три разных места. На руке. Живот. Шея. И ноги все. Это я минут 10, наверное, в воде пробыл. Неприятное ощущение. Горит просто. Люди ухсом работали, все равно горит. Ну, ребята учатся на серфе кататься. Ой, 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 лодка упала. Лодка упала, да. Майкл, нет? Смотри, платформа упала. Вот это уже проблема. Опа! Ну, раз, два, взяли! Главное, чтобы вся крыша на нас не упала. Смотрите, сколько углов он тут навязал. И тут, и тут. А у нас тут закат. Возвращаемся на базу. Это было круто. Возвращаемся на базу. Витя, слышал? Да, поймаю. Поймай. Нам такие нужны? Они же тебе спать будут мешать. А ну быстро перестали! Итак, вашему вниманию был концерт «Цикад». По заявкам Александра Кондрашова-младшего мы едем домой. Мы пришли в новое место, называется Вайн Коллекшн. Здесь очень много людей. Я здесь был, Настя еще ни разу не была. Здесь очень много всяких закусок вкусных. Но самое главное – это кости. Вот сейчас я их буду есть. Это кости запеченные. Вернее, костный мозг с сухариками. Берете песто. Вот так вот накладываете. Надену кепку, чтобы я никто не узнал. Во. Очень вкусно. Я не смог нормально поесть в этом ресторане, потому что я съел эти кости, и у меня встал желудок. Походу, у меня такая же тема, как у ребенка, на говядину. То есть мне нельзя есть говядину. Какие-то ощущения. Либо я на этом корабле торванулся, а оно тошнит. Так, в общем, я взял вот такие чищенные креветки и какую-то рыбу нарезанную. И хочу еще взять целую рыбу. И попробовать на нее что-нибудь поймать. Рыба стоит, кстати, 89 бат. Вот. Ну, надеюсь, что-нибудь поймаем. Смотрите, какие у нас тут два мощных бекона сидят. Жирные такие. Давай. Есть. Так, ну что, поймали его? Вот, смотрите, какой классный. Держи. Только отпусти потом. Продолжение следует. Продолжение следует.